Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода Таргума, арамейского Таргума, к недельной главе. Урок посвящается Рифо Шлема, Раца Ахаби Хоним, Шель Владимир бен Хенера и Саба Цонио в Исраиле. И в главе Аварихи я выбрал, пожалуй, самое сложное место, а именно благословение Якова, которое он дал своим сыновьям перед смертью. И я, видимо, Ейбенезру и Таргум буду переводить именно эти места. В данном случае как раз вы увидите примеры, когда Таргум в действительности сильно изменяет значение того, что мы пытаемся перевести. То есть до этого в основном Таргум переводил почти дословно, и очень редко можно было найти какой-то стих, где какой-то исхидуш, что-то, что наш Таргум дает нам, какую-то новую информацию. Иногда в Раше это подчеркивает, иногда какие-то... Сами можем заметить, какие-то комментаторы другие. А вот здесь практически в каждом стихе есть хидушим у Таргума. Потому что в действительности благословения Якова они очень, как я правильный, обскюр, да, очень смутно, непонятно, что имеется в виду. И Таргум, соответственно, дает какую-то интерпретацию. Итак, начиная с четвертой Алии. Укра Яков Левеноги и позвал Яков своих сыновей в Амар Итканашу. Сказал вам, соберитесь. Пока что это перевод дословный. И я вам сообщу то, что произойдет с вами в конце дней. Итканашу шмау бне Яков векабилу ульфан мин Йесраэль авухон. Соберитесь и слушайте Дети Якова и примите учение дословно. Да, это он так переводит Шему. Вот здесь не совсем дословный перевод. Шему он переводит кабилу ульфан. Примите учение. Мин Йесраэль авухон. От своего отца Исраэля. И вот начинается одно благосостояние за другим. Но первое, вообще-то, не благосостояние, а скорее критика, да, Рубен, Шимон и Леви. Но, в таком случае, вот здесь везде будут хидушим у Таргума. Рубен, бухри ад. Рубен, ты мой первенец. Хели верей штакпи. Ты моя сила и начало моей силы. Лах хава хазей лемисав тлата хулакин. Да, это все нету в Таре. Это все его комментарии, да. То есть, ты должен бы получить, говорит, три части. Да, у тебя положено было бы получить три части. В смысле, что первенец, он имеет три привилегии. А именно, он имеет привилегию в отношении двойного наследства, да. Бехейрута, что ты первенец. Во-вторых, кигунта, да. Первенец, вдобавок, служил в храме и в мешкане до этого. То есть, он бы в идеале, да, если бы не согрешил, то он бы получил первенство в отношении службы. Был бы служителем храма вместо левитов, которые позже были выбраны. Может быть, все равно бы служили первые также в каждой семье. Но, во всяком случае, у Рубина, видимо, все колено было бы как коины. Причем Леви еще не был выбран. Во время Якова еще Леви не был выбран. Наоборот, Яков только Леви критиковал. Но, во всяком случае, уже потерял Рубина свой особый статус, чтобы все его колено было как коины. И третий, это Малхута, да. Царство тоже это первенство. Получается, три вида власти. Первенец как просто первенец. Первенец в отношении кигуны, да, и религиозная власть, и первенец, даже я бы сказал именно служитель, служба, да, вода. И первенец в отношении царства, да. Все три вида власти должны были принадлежать Рубину. А что Тора говорит, да, какое именно слово здесь так переводит Таргум? Это же не перевод, это именно комментарий он объясняет. Етер сетви, етер аз. Да, что ты был бы выше, лучше других остальных, да. То есть, получается, ты мог бы быть в трех вещах первенцем, да, лидирующим. Но за то, за твой грех ты это все потерял. Аль да азалта, но за то, что ты пошел. Ты пошел, да, ты пошел, видимо, супротив своего лица, наверное, имеется в виду как за своими желаниями. Ты пошел, как вода. Да, то, что Тора говорит, пахас камаем, ты быстрый, как вода, да. Потропился и неподумавший поступил. Согрешил неподумавший. Как большинство грехов, это когда человек не рассчитал, так сказать, да. В каком-то смысле, можно сказать, это лимудзихуд, да, что Якова не специальным грешником делал, это как бы случайно, который просто не подумал и поступил быстро, да, как говорят по-английски «хабхазард». Да, вдруг, да, пахас. Берам ло аганейта, но тебе не помогло это. Хулак, хулак ятир лотисавт. Ты лишнюю порцию не получишь. Арей селекта бейт мешковей авух. Потому что ты поднялся на... Там, где спит твой отец. Бехен ахелта лешивуй бери селекта. И потому ты это испортил, да, хилл сделал, осквернил. Слово шивуй здесь, это шивуи, моя кровать, редкое слово для кровати. Также Таргум, так называемый Йонатан, используется в отношении кровати Ога в книге Дворим. Бри селекта, да, сын мой, ты поднялся. Не очень ясен смысл. Некоторые объясняют, что имеется в виду, что Яков подсказал, что потом Рубин все-таки сделал шиву и поднялся снова от этого. То есть в такой ситуации можно сказать, что Таргум Ункиллос пытается немножко исправить, что не будет только сплошная критика в былостоянии Рубина, будет хоть какое-то благословение, что оценил он то, что Рубин все-таки сделал шиву. Кстати, есть с Диври Аямим стихи, которые описывают подобное тому, что говорит здесь Таргум Ункиллос насчет того, что Рубин потерял основное свое величие. Но там есть разные интерпретации, все-таки считается ли он первенцем хоть в каком-то смысле. По некоторым интерпретациям он все-таки считается первенцем в каком-то смысле. Мы, может быть, Блинедр, когда будем Ибнезру переводить, больше об этом поговорим, потому что Ибнезр приведет эти стихи из Диври Аямим. Из пятой, кажется, главы Диври Аямим. Первой части Диври Аямим. Окей, следующее. Шимон, Велеви, Ахин. Шимон и Велеви, они братья, закадычные братья. Гаврин, Гибарин, Пиара, Тутавутхон. Они сильные люди на земле, где они живут. А в аду Гвура. Они сделали свою силу. Это тоже недословный перевод. Клейхамас, Михиротэхэм. Здесь на иврите, похоже, он критикует, а Ункилс, опять же, немножко это исправляет, что они сделали силу, сделали Гвуру, показали на земле, где они живут. Берасхон ло хават навши. В их секрете, да, в их секретном собрании, ну, это дословный перевод, разы, это сод на иврите, да, бисудам аль того навши, но он как бы перевод в прошедшем времени, как многие комментаторы считают, что это не про будущее, это не предсказание, что в будущем, допустим, в собрании Короха там Яков не будет, а что это на прошлое все. Что я не имею к этому никакого отношения, говорит Яков, то, что они убили стольких людей в городе Шхэм, я в этом не участвовал. Яков, видимо, знал, что когда братья предложили обрезаться этим людям, что вовсе не собираются они, на самом деле, их, породниться с ними. Но, возможно, Яков считал, что они хотят их ослабить, и так же, чтобы братья не подозревали их, и чтобы потом легче было спасти Дину. Ведь Дину никто не отпускал так, да, хотя вроде казалось бы, что Шхэм и Хамор пришли с добрыми намерениями, они готовы, если Яков откажется Дину отпустить, да, они говорят, что если вы, пожалуйста, дайте нам, дайте Шхэму на ней жениться. Но это все только с виду, да, и они хотели решить мирным путем вопрос. Но если бы, на самом деле, Яков отказался отдавать им Дину, не факт, что они бы ее отпустили на поверку, очень может быть, что они бы тогда стали воевать за нее, а попробуют их, да, спасти Дину из дворца Шхэма. Поэтому Яков не был против того, что и обманули его дети Хамора и Шхэма, но он совершенно не ожидал, что двое из его детей, самые такие ярые, да, они просто пойдут и перебьют там город. Вот, поэтому он говорит, что я в этом секрете, в их секретном замысле не был. Он так переводит обычно славу, да, кводи, он переводит якори, да, не спускалась моя слава, моя душа тоже. Многие считают, и Менезер тоже об этом будет говорить, что кводи и есть навши просто. Обычно в стихах используются разные слова и синонимы. И, конечно, есть какое-то различие, синонимы – это похожие слова, они одинаковые, а тем более в библейских стихах. Наверняка есть во всем этом глубокий смысл, но простой смысл, что кводи и навши – это синонимы. Не пришла моя душа в их секретный замысел, не было в их собрании моей души, моей кводи, якори. Да, здесь переводит, он не объясняет нам, что кводи здесь может значить, просто переводит дословно. Кводи и якори. Аре-биразхон киталу китоль, потому что они в своем гневе убивали тех, кого убивали. Киталу китоль, он просто использует дважды один и тот же корень. Убивали убитых, видимо, убивали тех, кого они убили. Потому что на еврейте сказано «харгу-иш», убили человека, но имеется в виду во множественном числе. Единственное, иногда используется, убили людей. Уббериутхон тарау шур сана. И в своем желании, да, беретсунам, это все дословный перевод, они вырвали... Шур сана – это похоже, что стена. Некоторые шоры считают, что перевод – это быт. Но большинство комментаторов считают, что шор здесь – это как шур, стена. И так вот, похоже, ункилос считает шур сана – стену врагов. Кстати, я не знаю, насколько вообще можно полагаться на гласные в нашем переводе ункилоса. Да, ведь сначала все у нас переписывалось только со гласными. Вообще ункилос сначала был устный, но, допустим, дошел до нас в письменной форме, а потом уже кто-то расставил гласные. Я не знаю, в каком поколении это произошло. Даже в Торе гласные расставлены довольно поздно, да, где-то в X веке. Мессора Тиберская, да, использовала ту систему, которую мы сейчас используем для гласных. В Бавилоне была другая система. Но, во всяком случае, когда именно до нас дошел ункилос именно с гласными, ведь шур и шор, да, здесь, так как он перевел шор как шур, то это ясно, что стена. Но вопрос в том, можно ли бы считать, что он перевел как хазаль, обычно считают, что шор имеется в виду именно бык, шор сана, да, бык врагов. Во всяком случае, это не как та интерпретация, что шор здесь это Йосеф, подсказка, да, потому что здесь подсказка, здесь он именно переводит шор сана, да, врагов. А Йосеф, он не враг, конечно, да, просто есть интерпретация, что Яков каким-то образом почувствовал или узнал, что именно братья его продали Йосефа. И, соответственно, это был Шимон, который его скинул в яму. И вот, когда говорится, один другому сказал, давайте его убьем, хаза говорит, что это были Леви и Шимон, они обычно самые такие ярые. И вот когда Йосеф еще только подходил, они уже тогда придумали способ от него отделаться. Получается, что, согласно этому, Яков подсказал их другой грех, что они пытались вырвать быка дословно, то есть Йосефа, который подсказан быком. Но это все далеко от Пшата, конечно, и Ункиос тоже так, в основном случае, не переводит. Лид, Расхон, проклятых гнев, арей таких, потому что он силен. Вехиматхон и их гнев тоже, это, опять же, синоним, да, на иврите Аф и Эвра, да, Апам и Эвратам. Вехиматхон, да, как Хейма на иврите, Химатхон, арей Кашья, что она тяжела, их гнев тяжел. Считается, что это исполнилось тем, что и Леви, и Шиман в результате не имели одной цельной территории, и те, и другие были кусочками разбросаны, да, Леви по всему Израилю, Шиман среди Игуды. Да, поэтому одно в Яков, как бы, только часть Израиля, другой в Исраиле, во всем Израиле. Кстати, Легав, дел, есть такое предложение насчет палестинских, да, арабов, так называемых, в Израиле, что тоже не осталось, чтобы давать им целую территорию, да, это, как бы, очень опасно для евреев, но, с другой стороны, абсорбировать их как часть государства и дать им права голоса тоже опасно, потому что тогда у них будет самая большая партия, они будут решать все в Израиле. Поэтому есть третий вариант, дать им много маленьких государств, как в Объединенных Арабских Эмиратах, да, Афалгинум Бияков, да, если им это такой, есть Мурдых Акидар, профессор такой, он, кстати, религиозный, вот, он много знает про них культуру, и он арабский знает, и на их телевидении выступает, такова идея, что дать им много маленьких государств, каждый, как бы, в центре, у них все, как бы, лояльность в основном семье, и поэтому каждая семья будет иметь свое небольшое государство, воевать-то им не нужно, их и так евреи предохраняют, Израилек будут предохранять от возможных войн, они будут экономически сотрудничать с Израилем, и будут каждый жить по своим законам в своем маленьком городе-государстве, да, такие же есть образования в других местах, например, Сан-Марина в Италии, это считается отдельное государство в каком-то смысле, вот, было бы несколько маленьких государств, каждая со своей семьей, хамуль, как у них называется, семейством, которое правит, вот, в закон случае, это совет еще тогда Якова Легавдил по отношению к Леве и Шимону, но использовали их по-разному, как вы знаете, да, что Леве в результате стал великим племенем, великим коленом, и то, что они были разбросаны, они, наоборот, обучали евреев Торе, как Моша позже ему предскажет, да, Юрумиш, Патеха Легаков, а вот Шимон, он так и не поднялся у него, что Яков его не благословил, что Моша его не благословил, Моша вообще его не упомянул, вот, поэтому Шимон, он действительно, как бы, в основном пытались его подавить, чтобы он не мешал, да, не использовал свою гвуру в плохую сторону, еще есть такое в Талмуде, что из Шимона не вышло ни Шофета, ни Пророка, самое, как бы, считается неудачное племя, даже из Дана, которая тоже имеет свои проблемы, но там хоть Шимшон вышел, и как мы еще увидим благословение Якова. Окей, вот, следующее благословение, оно самое сложное, на мой взгляд, у Йосфа тоже сложное благословение, но особенно у Ягуды, мне кажется. Он переводит так, тоже не в прямом смысле, да, простой смысл какой, что тебя либо признают братья, либо благодарить будут братья, благодарят братья, да, он явно использовал корень самого слова Ягуда, ведь так назвал его Лея, благодарить, а слово благодарить. А он говорит, что ты сам признался, да, ты, как бы, Ядуха от слова ты признался, Муде. Бах, Ядух, Ядун, Ахеха. А вот дальше он уже переводит дословно, а тебя будут, соответственно, благодарить, видимо. Скорее всего, имеете в виду, что признают твою царскую власть, Ядун, в смысле, признают тебя как лидера, как Ражбам, похоже, тоже объясняет. Твоя рука будет сильная против твоих врагов. Ед бадрун санах разбегутся твои враги. Егон михазрин кидаля, они будут бежать от тебя, повернувшись спиной, да, повернувшись. Кидаля – это задняя часть шеи, да, хребтом кадамах перед тобою. И будут тебя спрашивать мир, то есть, будут перед тобой, видимо, опять же, всячески пресмыкаться, да, и твои братья, дети твоего отца будут тебя искать, твоего мирного расположения. Это все, знаете, перевод каких слов, все это далеко не дословно, да, «Иштаха вулиха бней авиха» – будут тебе кланяться сыновья твоего отца. Я не знаю, почему он именно подчеркнул, что они будут приходить и первыми спрашивать тебя, да, мире, да, говорить тебе шалом. Девятый стих «Шилтон е бешеруя» – у тебя будет царство в начале. Это, конечно, все не дословный перевод. Там говорится в иврите «гур арье и гуда». Гур – это молодой лев. В иврите вообще очень много слов для льва, очень много разных слов. Маленький, большой, женского пола, мужского пола. Но вот «гур арье» – это молодой львенок, значит, видимо, поэтому он подчеркивает, что в начале царство будет у тебя сильное. Даже в начале ты будешь как уже львенок. «Гур арье и гуда» – он говорит, что «Шилтон е бешеруя». Шеруя – это в начале. «Убисофа и траба малка» – «Мидебеет ягуда». И в конце будет царь из дома ягуды. «Арей, мидин котла бри на вшах селекта», потому что из закона убийства ты свою душу мой сын убрал. Поднял от этого. В смысле, опять же, видимо, подсказка, что по мнению Ункилуса, наверное, знал Яков, что Ягуда фактически спас Йосифа от того, чтобы его сразу убить. Именно сказал, что не будем его убивать, лучше его продадим. Так, согласно Ункилусу, это, может быть, подсказывается, что ты убрал свою душу от закона, да, от убийства, да, ты не убил Йосифа. Вот. Эвенезра будет спорить с этим шатом, потому что будет говорить, что «алита» – это такой глагол, который про себя, а не про акцию на что-то другое. То, что называется есть «поэльо мед» и «поэльо це». Да, акция на себя и акция на другого. Так вот, в данном случае, «алита», а не «хэлейта», ты не то, что вывел Йосифа, ты из себя, «алита», да, поднялся, поэтому он считает, что это непростой пшат, во всяком случае, этого стиха. «Метерев бни алита» дословно, это от добычи, да, ты поднялся, мой сын. Это все простой смысл стиха, да, он использует все время аллегорию с львом, да, львенком, он поднимается своей добычей так грозно. Он ложится, разлегает, понимаете ли, как лев и как львица, кто его может поднять. Так вот, «унгелос» на это переводит, что, во-первых, ты, значит, себя убрал от убийства, поднялся от убийства. «Енуах ешрей битков кеарье», он успокоится и будет сильным, как лев, у келейта, и как львица, велеть молху де тизазиной, и нет царства, которое его сдвинет, да, то есть царство Игуда будет очень крепким, когда у них будет царь, и никто его не сможет покорить. И вот дальше стих, самый сложный, по-моему, десятый стих. «Ло-йо-сур-шевед-ми-удал, михокек-ми-бен-раглав, ад-ки-я-во-шило, вилой-ик-ха-тамим». Как «унгелос» это переводит. «Ло-я-адэ-авет-шалтан-ми-дэ-бет-ягуда». «Не уйдет тот, кто царствует, да, правящий от дома Игуды». «Висафра» и, да, «михокек» он переводит как «сойфер», да, видимо, человек, который законы, да, законодательная власть не уйдет, да, «сафра-ми-дэ-бей-д-бен-о» и «сыновей-во-сыновей». Хазахт скажет, что это подсказывает в каком-то смысле Хилала и Рэбби, который сделал Мишну, да, чтобы потомки Игуды были главными в законодательной власти тоже, в наших законах, в нашей Торе лидеры были. Вообще в Сан-Хедле очень много было именно из потомков Игуды, как говорит Алмуд. «Ад-алма навеки ад-де-ей-тей-мэ-шиха», то есть «шила» он переводит, как многие из наших мудрецов, что «шила» имеется в виду «машиах», пока не придет Машиах. «Дидилэй хи-малхута», что ему принадлежит царство. Но Машиах там тоже из Игуды, но просто имеется в виду, как, знаете, говорят, что этот человек не будет бедным всю жизнь, пока не станет миллионером, а уж тогда тем более не будет бедным, так как бы, да, что Игуда будет иметь власть навсегда, пока не придет Машиах, когда уж точно он будет иметь власть, уже точно навсегда. А «вело-икхат-амим» он переводит «велей-иш-тамун-амамай», его будут слушать народы. Да, «ликхат» может такое значить, например, в Мишлей, да, «ликхат-эм», учение как бы, да, прислушивание. Дальше, следующее, Яков использует выражение, связанное с вином, а в следующих двух стихах, и опять же, Ункиос, конечно, переводит это все недословно. Одиннадцатый стих. «Ясхар и Исраэль и Картей, евреи, соберутся вокруг его города, ама евнун гейхалей, народ построит ему его храм, его дома, видимо, будут строить его дворцы. «Егон цадикая сыхор сыхор лэй», праведники будут вокруг-вокруг него. «Вяавдэй орайта» и те, кто делают законы Торы, да, видимо, соблюдают законы Торы, «бюфан ими», учатся с ним. «Егей аргэван тавлеву шохи», его одежда будет из хорошей, красивой ткани. «Аргэван» — это аргэман в иврите, это определенная красная ткань, очень дорогая, которую носили цари. Это, видимо, все речь идет про Машеха, который упомянут до этого был, по мнению Ункилоса. Значит, будет его одежда, красивая царская красная одежда из аргэмана. «И кисутэй мэля-мэля цэва зыгори вецэвонина». Его одежда будет из разных других дорогих и красивых тканей. «И самкун туроги бехармоги» и его горы будут покрыты, видимо, ягуды, а может во время Машеха, будут покрыты виноградниками. «И туфун навоги бахамар» — будет, значит, литься там вино в его прекрасных местах. «И хавран бекатей беевур» — и будут его долины покрыты белые от урожая, от зерна, видимо, у бедри она, и от стад баранов, стад овец, наверное. Это подсказка, по его мнению, «Улюбеншинаем Михалав». «И белые зубы от молока» подсказывает то, что будут долины. То есть вино подсказывает виноградники на горах, а долины белые от белых овец, а также от зерна. «А» — это, значит, говорится, что зубы белые. Не очень ясно, почему Таргум не хотел дословно перевести, что у него будет очень много молока. Может быть, это тоже подсказно тем, что будут, они же молоко сном пели, козье и овечье, поэтому, может быть, иметь в виду, да, белые долины от молока, которое льется из стад, которые будут там пастись. Теперь в рога Звулуна. Звулун будет на берегов морей. Он, видимо, захватит, да, хорошие места с помощью кораблей, на кораблях. «Витув, яма, ехуль» будет лучшее из морей есть. Вот их умей и ематей альцидон. И его границы будут доходить аж до цидона. Здесь, в основном, кажется, почти дословный перевод, ну, с минимальной интерпретацией. И Сахар, да, тут, опять же, выражение «хамор гарем», ну, кроме Медраша, который говорит, что из-за осла родился Исахара, это далеко от Пшата. «Хамор гарем», дословно, это, можно сказать, он как осел, который имеет много костей, да, твердокосный осел, то есть крепкий очень. Даже Раши здесь следует этому мнению, не приводит Медраш, да, то есть Раши пытается делать пшат, но у него часто все-таки агады в его комментариях. Но здесь он приводит тоже именно, что «хамор гарем» имеется в виду, как говорят по-английски «болные танки», да, «костлявый осел». Это было положительное, конечно, да, «хамор» у нас ассоциируется, да, если человек с ослом, он, пожалуй, обидится. Но тогда это было не так, да, даже как сегодня есть имена «медведь», «волк», да, «вульф», да, или «зев» на иврите. Также у них осел тоже было положительное имя, и, во всяком случае, сильный-то как осел, да, у нас у них говорят упрямый, как осел. И у них, кстати, тоже иногда в негативном смысле похожие ослы использовались, но не всегда. В всяком случае, позитивное тоже, осел, он очень выносливый, выносливый осел из Сахар. Да, как говорит Раши Собель Оль Тора. Во всяком случае, это агмункилос «атирбенихсин», что он богатый. Интересно, да, почему у него осел социализировался с богатством. Виахасантей бентахумая, его наследство между границами. Вахазахулака арейтав, он увидел свою порцию, она хороша. Виятара ареймаавда ферин, и землю она дает хорошие фрукты. Викабеш махозей амамай, он захватил какие-то районы народов. Ви шейце яде рейгон, он уничтожит, это будущее наверняка, да, это предсказание, что он уничтожит их жителей. А те, кто останется в Бигон, и гонли палхин у маске миссин. Они будут ему служить и платить ему налоги. Теперь насчет Дана, да, очень короткое благословение, которое, на самом деле, много подсказало. Фактически, согласно нашим мудрецам, это все подсказка на время Шимшона. Рашбан считает, что простой смысл Торы не в этом, но все практически мидраши, и даже большинство комментаторов считают, что речь идет о Шимшоне. Значит, из дома Дана будет выбран человек, и в его дни будет спасен его народ. Убешеноги в его годы енухун кахада шифтая да Исраэль. Спокойно будут жить, да, отдохнут колено Израилевы. Иегаврады едбахар веекумиду бейдан. Пусть человек, который будет выбран и который встанет из дома Дана. Имтэй титрымей аля мамай. Его страх перед ним будет на народах. Умихатэй титкейф бифлиштаэй. Его, значит, его удары будут сильны на филистимлян. Кехивей хурман ешрей аль орха. Он как определенная змея, кобра какая-то, которая находится на дороге. Укипитна другой вид змеи. Ихмон аль швила, который спрятался в пути, на тропинке. Икатэль гибарей маширьят плиштаэй. Он будет убивать силачей из лагеря филистимлян. Пирашин им роглаин. И тех, которые на каретах, на своих этих колесницах. И тех, которые пехота, да, пеший. Яакер сусаван. Он вырвет лошадей. Уритекин и их колесницы. Икатэль гибарей уничтожит рухвейхон лахора. Их, тех, кто на них едет, назад. То есть, как знаете, кусает змея. И лошадь встает на дыбы, видимо, и сбрасывает всадника. Липур канахса борит хашем. На твое спасение я надеялся Всевышний. Хазар считает, что это подсказка, в том числе, что он увидел конец Шемшона. Что кончить Шемшон все-таки плохо. И умрет вместе с филистимлянами, но убьет много из них. И надеялся, когда-то, согласно Хазарь Яков, что из Шемшона может выйти вообще в Машиах, спаситель полный еврейского народа. Но получилось, что Шемшон только вел партизанскую войну и как бы временно улучшил ситуацию еврейского народа. Но уже настоящие помазанники, которые потом воевали с филистимлянами уже до конца, это были Шаули. И позже, когда Шауль погиб, Давид, и уже тогда присмирили филистимлян. Самое долгое время, да, у нас враги были большинство временные, да, и какой-то из Шовтима обычно их заканчивал, да, решающую победу получал. А вот с филистимлянами с самого начала и сотни лет они нам докучали, и очень долго евреи не могли от них полностью спастись. И Шемшон только временно, да, как партизан, вел войну. И на этом мы закончим наш урок. Сделали примерно половину благословения до Хамиши. И я надеюсь, что здесь мы, во всяком случае, впервые увидели действительно силу Ункиллоса, насколько вот, да, переводы недословны. И действительно настоящий комментарий в этих благословениях. Урок у Сишаса. Рифо шлему ля слаха бихонимши. Раиса Бацонья. Владимир Бенгеня. Вихоли Сраиль.